Я 7 лет в сфере индустрии красоты, я прошла путь от мастера до владельца двух салонов. С кем-то сравнивали еще, помимо? Нет. Просто сразу увидели? И сразу вип-пакет. Вы умеете красиво жить. 5 лет назад дал кто-нибудь так все разжевал, я сэкономила, мне кажется, не один миллион рублей. Миллион 300 в месяц. За 14 человек. Да. Всем привет. У нас в гостях Наталья Еселевич, это руководитель успешной, прибыльной школы онлайн. А вот чем она занимается, она как раз сегодня ей расскажет подробно, а мы будем задавать вам каверзные вопросы. Давайте попробуем, с удовольствием отвечу. Привет, ребят, спасибо за приглашение, мне это очень приятно. Я основатель и руководитель двух студий перманентного макияжа, визажа и косметологии. Я 7 лет в сфере индустрии красоты, я прошла путь от мастера до владельца двух салонов. Сейчас мы открылись в Москве, вот буквально 2 месяца назад, это огромный учебный центр, в центре города с бесплатной парковкой, то есть у нас такой премиальный класс. Что очень важно, бесплатная парковка. Да, в Москве это действительно очень важно, и наши клиенты это оценивают. Вот, и так сложилось, что я вдохновляла мастеров, потому что я успешно совмещаю карьеру с семьей, я мама троих сыновей, и я вдохновляю мастеров. И получился курс, как пройти путь от мастера до владельца прибыльного салона. Записывайтесь на наш бесплатный вебинар. Вот у нас сейчас заканчивается с успехом первый поток, девчонки снимают отзывы, у нас очень высокие оценки. И вот 2 месяца мы учились создавать команду, даже учила увольнять людей. Ну, то есть такой интересный опыт. Ну, это сложный достаточно процесс. Для творческого человека вот собрать команду, обучить и управлять салоном красоты, где очень много нюансов. Вот если останавливаться поподробнее, да, у вас был бизнес? Он есть. То есть у нас офлайн вместе с онлайн. Да, у меня сейчас 2 салона в Новосибирске и в Москве. И параллельно еще онлайн-школа и курсы. То есть у меня очень много направлений. Когда вы поняли, что онлайн-школа по вашей теме, да, это будет прям вау, прибыльно. И как вообще вы к этому пришли? Ну, у меня, знаете, было, потому что я сама являюсь экспертом и сама себе, грубо говоря, продюсер, то есть у меня команда. И я 5 лет обучаю мастеров в бьюти-сфере. То есть туда в Сибирь, к нам с Дубая, с Эмирата, с Австрии, с Москвы, то есть со всей России ко мне приезжали визажисты. То есть я их обучала. И получается, что я в этой индустрии уже давно, я обучала мастеров, и мне просили, что, Наташ, ты так живешь там где-то в тундре, давай онлайн, а можно с вами по скайпу, покажите урок. И я снимала еще 3 года назад, я записала свой базовый курс. Это было просто вот на ютубе. Вы самостоятельно сформировали этот курс? Я искала, вот как создать, мне это сделать, систему. Вы выработали какой-то методический материал тогда, получается, да? Да. Вот. И решили дальше шагнуть уже. Да, то есть мы его отсняли, но просто на успехе макияж, когда я начала развиваться, я ушла просто резко в перманент, и я перестала преподавать вообще. То есть я обучала свою команду мастеров. На 2 года я стала сама в одном из топовых мастеров России, и вот сейчас на этапе как раз обучения. Вот так же ко мне все просятся, и я вот сейчас как раз в Москве приехала, открывая уже хороший классный учебный центр. Как давно еще раз, повторите, пожалуйста, вы переехали? В ноябре мы открылись. В ноябре открылись, а переехали вы до этого? Ну, там в сентябре с семьей. В сентябре с семьей уже сюда основательно. Два месяца? Два месяца в Москве, да. Ну, то есть я онлайн у нас, и это параллельно там работа-то идет, то есть здесь открытие в Москве онлайн. Запуск, параллельно открытие в Москве со школой, с курсом, со съемками. Это колоссальный взлет, я бы хотел сказать. Круговерть просто. Люди, которые смотрят нас и такие, а я переехал 7 лет назад. Сфера вообще бьюти, да, бьюти-услуг, она, ну, кишит просто конкурентами. Это не секрет, это факт. Как оставаться на плаву в этом бизнесе и что нужно иметь, там, я не знаю, какими критериями обладать. Да, ваше УТП. Понятно то, что вы лучший, один из лучших мастеров, специалистов, экспертов. То есть это как тоже одно из, скажем так, один из факторов такой, да. Какие еще есть? Вот я никогда не относилась к конкурентам, как к конкурентам, на самом деле. Потому что клиентов, ну, хватит на всех, на самом деле. И всегда на каждого найдется свой клиент. Это вот точно уже проверено. И когда, то есть, общение, то есть, наоборот, это развивает нишу, развивает сферу, да. То есть мы друг друга, грубо говоря, салоны, мастера, все это развиваем, это индустрия. И в любом случае, говорю, как учеников и клиентов на всех хватит, но я за то, что долгосрочно создавать, если проект, должен быть в основе продукт. Вот без продукта ты никак. То есть если ты не умеешь, оказывается, качественную услугу, качественно обучать, то ты не сможешь долгосрочно. И тогда тебе, то есть на одном маркетинге, на одной красивой упаковке не уехать. Поэтому я за красивую упаковку и хороший продукт, и вот этот баланс. Ну, это путь к успеху, тут не поспоришь. Слушай, просто хочется понять, вот вы, опять-таки, живя в Новосибирске, прошли обучение в акселераторе, или как? Как у вас был этот путь, когда вы... Я познакомилась с классными людьми, я вообще не успеваю просматривать уроки. Я начинала, просмотрела штук 10, поняла суть, и мне до сих пор, я в двух потоках числюсь, и меня уволят уже со второго, и у меня не просмотрены уроки, и привет акселератора, но я очень... Вот это неожиданное откровение. Я на мероприятиях, я на оффлайн-мероприятиях, то есть я день постоянно пишу все вопросы, какие-то у меня там были сейчас по курсу. То есть, когда мне надо, я как-то пристану ко всем, то есть я лучше... Вы точечно, то есть вы расставляете приоритеты, как вы сейчас сразу сказали, так, мне вот сюда нужно ехать, здесь будет у меня сейчас, в общем, интервью интересное, расскажу о своей истории успеха, я еду сюда. Так, вот видеоурок посмотреть не про меня. Я понимаю, как бы я не буду это сама прям делать, все равно, то есть мне команда, которая мне помогает это сделать. Я пробовала разобраться сама, но я вообще, я потерялась на месте. Но там же, опять-таки, как я понимаю, есть кураторы, которые... Конечно. Кураторы, которые вас... Они мне звонят, ну что она мне скажет, да ли вы делаете? Да-да-да, я обещаю, я сделаю, я все сделаю, все, у меня курс запущен, я знаю, все, я сниму. Нет, это... Тогда для кого вы, получается, ну, там, пошли учиться на акселератор? Для чего вам это? Мне система, вот мне интересна система, люди, знакомства, как это сделано изнутри. То есть я поняла, что мне нужно, вдохновлена и... Вы пришли за вдохновением, за контактами? Нет. Я пришла, я же хотела 4 года назад создать эту онлайн-школу. И тут я, потому что, тренировала, поняла, я оказалась в окружении. И я вижу примеры, мне это классно, меня это подстегивает, я очень за это благодарна. А если человек системный, у него нет такого кипиша в жизни... Хаоса. Да, он спокойно все успеет равномерно. Очень интересно. А как же вы нашли вот акселератор, почему вот именно это... МИО, они очень классные таргетологи, они знали, на кого направлять. Рекламу. И я сразу же, когда мне, ну, увидела, начала интересоваться. А я, ну, думала, да, то есть прям конкретный запрос. С кем-то сравнивали еще, помимо? Нет. Просто сразу увидели? И сразу, и сразу VIP-пакет. Вы умеете красиво жить. У меня сразу оригинальный, да, я просто сразу же 500... Ну да, я очень быстро принимаю решение. Хорошо, стоит ли этих денег курс VIP-пакет? Сколько, во-первых, стоит VIP-пакет? Я не знаю, вот честно. Я слышал сейчас, ну, ты сейчас штаны потеряешь. Ну, я думаю, там надо посмотреть, то есть там сейчас не знаю, тарифы. Вы за сколько купили? Это не секрет. Порядка 500. 500, да, все, окей. Стоит ли это своих денег, 500 тысяч? Ну, вот для двоечницы, как двоечница, отвечаете? Честно? Ну, как бы на 500, но я бы наняла офигенную команду, грубо говоря, но я бы ни вдохновения не такого получила. Мне это давно уже курс оправдался. То есть, если я двоечница, я могла бы на, там, какой, плацкарте спокойненько, на вот этой дрезине бы я так же бы ехала. Ну, вот как-то, конечно. А тут скоростной Сапсан прямиком к успеху. Не так давно, два месяца назад, вы запустили канал на YouTube. Да, вот мы только-только его начали. Это сподвигла вот именно онлайн-школа, да? Ну, я поняла, что, знаете, как пять лет я работала, у нас сайт только сейчас появился, у нас был больше визитка, то есть мы работали все эти годы только на сарафанном радио, грубо говоря, и Инстаграм. То есть я не развивала вообще никакие коммуникации. То есть у меня вот, ну, как бы есть запись, есть плотный график, и как-то оно идет, я так не внедрялась в все другие сферы. И просто когда стала разбираться, ну, вот за последний год я поняла, что мне не хватает, то, что нам нужно усилить. И, да, конечно, сейчас в эру контентного маркетинга, ну, конечно, нужно свой продукт перенести в интернет. Чем мы сейчас занимаемся. Сколько подписчиков на канале? Ой, сейчас там мало вообще. Мы сейчас показываем наши работы, и потом сейчас хотим создавать именно полезный рассказывающий контент такой. Не будет ли канал на Ютубе, где вы рассказываете что-то полезное, забирать у вас клиентов в онлайн-школу? Ну, пришли, посмотрели бесплатно. И зачем мне идти учиться платно в онлайн-школу? Ну, я считаю, что Ютуб, он не поставит тебе руку. Ютуб, он не ответит на какие-то тонкости, вопросы. Ну, то есть тонкости миллиард. Это когда ты иглой, например, научить человека... Человека тыкать. Не то, что в человека, а в глаз. Ну, то есть там нюансы, да, там миллиметр лишний. Как я уже сказала, миллиметром ты жизнь человеку можешь испортить. Ютуб, он общий для клиентов. А обучение личное, наставника, поддержка, обратная связь – это самое ценное, мне кажется. Даже вот сейчас на курсе, на моем, самое ценное, вот когда я разбираю кейсы своих учеников, да, то есть когда я веду мастеров. И вот за вот эту ценность обратной связи... Скажите, как отражается вот как раз то, что у вас есть онлайн-школа, то, что у вас ютуб-канал, инстаграм на оффлайн-бизнесе? Я честно, я не пример оффлайн-предпринимателя, потому что у меня сейчас нет даже информации о самом курсе вообще в соцсетях. То есть он у меня такой подпольный онлайн-курс, где я просто так выкинула информацию, собралась у своих учеников, и занимаемся с ними. Вот я, ну я как бы делать, то значит хорошо. Ну то есть все, вот мы собрали, то есть я проверила, то есть действительно, то есть мы сняли, получили обратную связь. И вот ко второму потоку я сейчас вот это все уже буду, там афиши, и выходите из-под... То есть по большому счету вы из оффлайна, из оффлайн-бизнеса ведете всех в онлайн, правильно? Ну у меня оффлайн, он есть сам по себе, у меня салон это есть. Да, да, то есть у меня и то, и то, и то, и то, и то. У меня смесь, у меня такой бьюти-клуб, Наталья Васильевича, то есть можно и услуги, можно и обучиться и онлайн, и оффлайн. Просто нам хочется понять и дать понять возможность нашим зрителям, откуда вы набираете людей, которые приходят изначально, где вы, первая точка контакта вообще? Это те мастера, которые за мной следили, там знают, что есть такая Анталья Васильевич, которая прошла путь, она сделала вообще роскошный салон, место качественное, ну то есть она преподаватель. И вот появилась возможность у нее обучиться. Обучиться. Получите бесплатную онлайн-консультацию прямо сейчас. Ну реально ли без успешного личного бренда сделать какую-то успешную онлайн-школу? Да, потому что вот нас, например, смотрят там девчонки, которые такие, вот у нас есть деньги, хотим сделать там, либо открыть бьюти какую-то студию, либо также обучаться, например, да, у них есть. Ну если пригласить эксперта, если преподавателя, если который умеет качественно, вот если относится так к профессии, да, то есть действительно надо обучать, то почему нет? То есть в любом случае экспертность? Ну зависит от эксперта. А у вас образование какое, педагогическое или какое? Высшее образование, железнодорожный университет по гостиничный, ресторанный, бизнес. Я думала, я буду путешествовать. Я просто всегда думала с детства, что у меня будет дочь, ну у меня три сына. Я думала, буду заплетать косички, я буду директором, а мужа подстригать. Ну мы сейчас в таком мире живем, мы и парням мужа заплетать. У меня какая-то тяга была, что-то делать своими руками всегда, как хобби. Я никогда не думала, что у меня будет салон, вообще никогда. И просто мне на первом курсе, когда я пошла учиться, ну после декрета, пока я там не вышла, и она говорит, у тебя хорошая рука, у тебя есть чуйка, у тебя получится. Вот эти слова преподавателя, они много для меня сделали. Просто, а шла для себя просто. Ну вот, очень интересно. А вы как преподаватели выбирали? По работам. Я всегда смотрю на практиках, то, что человек может дать. То есть сейчас очень много теоретиков, и я за то, что практик должен, опять же, возвращаться к продукту. Да, то есть сейчас очень много, то есть, знаете, как король-то гол там, да, то есть поэтому практика в основе, вот если есть знания, ты уверен, то вообще, конечно... То рассказать есть что, соответственно... Как бы если это мы говорим о долгосрочном проекте, об интересном, где вот человек получает, то есть не просто там отдал деньги и все. Я как бы вот за такое. Ваши клиенты онлайн-школы именно, да, онлайн-курсов, они учатся для себя или они учатся, чтобы потом... Они увеличивают, я даю гарантию того, что после моего двухмесячного курса в их салон оборот увеличивается в 30% минимум, я им верну деньги, да. То есть сейчас этот курс, как стать владельцем прибыльного салона. То есть у вас B2B, да, по сути? B2B, да, 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 да. Ну а дальше, то есть мы сейчас вот запускаем, будем по перманентному макияжу, то есть ну уже по ремеслу совмещать. Я посмотрел Инстаграм, к вам обращаются не только девушки и мужчины? Да, бывают. Был один, да, по-моему? Но одного я точно увидел. У нас есть целый прайс отдельный. Для мужчин? Да, конечно. Что именно им нужно? Ну даже бизнес-маникюр у нас... Ну, я почему-то на вашу бороду посмотрела, но нет, я просто... Какая ужасная борода. Да, стильная борода. Ну, лазерная эпиляция, это очень популярно для мужчин. Вы смотрите на меня, где мне нужно сделать лазерную эпиляцию, глядя на мое лицо. Спина, удаление татуировок, ну такие какие-то моменты, уход, там просто чистки, но у нас такое... То есть двойное попадание в тебя. И чаще... Мне любые косметические услуги подойдут. Это такие бруталити, это мужья наших клиентов. То есть это, так скажем, не решение мужчин, да? Я так правильно понимаю? У меня есть знакомый из моего города, откуда я приехал. Ну скажи, откуда ты приехал? Из Пензы. Все, класс. Такой маленький город на 600 тысяч человек. Парень отслужил в ВДВ, он огромный, он огромный. И он пришел после армии и начал наращивать реснички. Нет, почему он это делает? Он профессионально зарабатывает, у него огромный поток клиентов. У него огромный поток клиентов. Но это выглядит, знаете, просто как это, такой лев Бонифаций, да, только сидит там, что-то попашится. Но это забавно. А к вам не обращаются мужчины? Обучение? Бровистов мы обучали, да. То есть бровистов... Один визажист у нас был, мальчик. Но он не такой, он не ВДВшник бывший. Какое место именно онлайн-школа занимает вашей жизни? Много ли времени уделяется ей? Ну, за последний месяц побольше. Нет, ну я сейчас не могу, потому что я как стартап онлайн-школы, да, грубо говоря. Ну, все равно это... Но мы записывали видео, конечно, проверяя домашние задания. И есть пакет, где мы по воскресеньям встречаемся в групповой конференции. У нас такое идет штурмим, обсуждаем, отвечаем на вопросы. Сейчас, конечно, пока я лично проверяю все домашние задания. Насколько учеников? Сейчас на потоке 14 человек. А во сколько... Один вот подписчик, да, один участник онлайн-школы, во сколько вам отходится в трафике? Ну, таргетинг вы настраиваете, наверное. Ноль? Потому что вот сейчас первая группа, мы просто... Это был один прямой эфир. Все. Вот я не пример онлайн-школы, но миллион триста мы сделаем. Миллион триста в месяц? За 14 человек? Да. Ну, у меня средний чек, у меня 7 месяцев по 30. Рухнуло какое-то... Ну, это, слушайте, это удивительно. То есть у нас разные пакеты. Мне пришли все на индивидуальную программу и с обратной связью. Этот пакет за 70 тысяч рублей. За 70 тысяч рублей вы обещаете повысить, как раньше мы говорили? Да, то есть, конечно. Увеличить оборот на 30 тысяч? Да, то есть мы даем полностью, там, больше, там, огромное количество шаблонов, там, мы прописываем скрипты для салона в компании. То есть там мы очень, прям внедряемся в ее салон. Салон, там, такой мозговой штурм. И эти деньги, если для салона, то все они оправдают себя. То есть это для бизнеса, она увеличивает продажу. Ну, значит, хотел спросить, какие сложности испытали по привлечению слушателей? Походу, вы никаких сложностей не испытывали, да? Слава богу, нет. Но я думаю, что сейчас вот как раз я рано или поздно понимаю, что мы выйдем на холодный рынок потом, да, если в дальнейшем масштабировать школу. Я понимаю, что я могу дать руководителям и мастерам очень много информации. Здесь даже не как все мастера, вот, кто сейчас занимаемся. То есть там очень интересно, что разные аудитории. Я думала, будут именно начинающие владельцы салонов. Там с Казахстана, у меня ученица, у нее два салона в Астане, там, в крупной. У меня сейчас учится мужчина, у него свое диджитал-маркетинговое агентство. То есть он в Москве, у него Москва-Сити, вообще студия. И ему интересна салонная сфера. То есть и аудитория получилась разная. То есть и кто-то девчонки у них в салон, а есть кто-то открывается. То есть она сейчас маленькая студия, она планирует открытие. И получается очень интересная обратная связь. И когда тебе все ставят десятки и дают вот свои инсайты, думаешь, блин, какая я молодец. Ну вот это вот вдохновляет очень. И поэтому я понимаю, что я дам для аудитории такой насыщенный, хороший курс. То есть я смело сейчас буду выходить уже на холодную аудиторию. Смело когда? Я думаю, в январе. Вопрос. Но у меня следующий поток февраль. Следующий поток февраль, друзья. Да, февраль второй год. Вы выход на холодную аудиторию, значит, сталкиваться с определенными трудностями в очередной раз. Я не выходила, не знаю. А почему вы так думаете? Ну, потому что это нужно, там, опять вложение в рекламу, это нужно правильно настроить таргетинг. Не факт, что это, опять же, вот ваши клиенты, да, то есть это холодная аудитория. Здесь опять вопрос про акселератор. Здесь-то все-таки... Досмотрю уроки. Здесь все-таки придется, наверное, да, досмотреть. И вот ценность все-таки, ну, есть у продукта акселератора? Мне нравится с теми ребятами, с кем я оффлайн получилась познакомиться, и кому я просто могу позвонить, задать вопрос. Ученики, мне нравится это вот сообщество, когда вот во время битвы... У вас чаты какие-то? Что за битва, расскажите, потому что, ну, кому-то неведомо это. Когда в начале обучения там спор, кто больше, чья команда больше соберет клиентов, не клиентов, а денег заработает, да, чек. И вот там как-то мы очень со многими познакомились, и потом мы как-то переписывали, ну, как-то вот эта поддержка, она помогает. Ну, и, конечно, уже более опытным, потому что, когда ты уже дали, то есть там-то новички все на курсе, а я уже приставала к опытным. Окей, тогда получается, вот смотрите, там, у нас голые цифры, миллион триста вы заработали, да? Затраты какие, то есть, ну, соотношение? Ни на что вообще не тратите? Съемки, видеостудия, а какие у нас еще затраты? Ну, все. Сколько это получается? Примерно, там, 20 тысяч, 30? Ну, 20 тысяч рублей. 20 тысяч затраты, миллион триста можно заработать, но все-таки у вас большой путь, бэкграунд серьезный. Если бы мне в начале моего пути, скажем так, пять лет назад дал кто-нибудь так все разжевал, я сэкономила, мне кажется, не один миллион рублей. Миллион рублей, это деньги экономия, времени, мне сразу же расписали, что мне нужно сделать, мне указали мои косяки, на чем мне сконцентрироваться. Мне расписали на год вообще, я поняла. Конечно, мне ученики сейчас, они, а, Наташа, ты за два месяца, то есть, я им такие современности управления даю, чтобы я максимум собственника салона вообще не было в салоне. То есть, я их вообще на то... Выучить и делегировать. Вообще, все проект жизни, то есть, я вообще, как совмещать же при этом баланс. То есть, я за совмещение баланса жизни вообще, как женщины. За гармонию. Гармонию, да. И вот мы, я из такого принципа и прохожусь. Какие, может быть, вот вы полезные вещи узнали, которые могли вам тоже немножко, которые выцепили вот целенаправленно, да? Я понимаю, что что-то пропускаете. О, да, из акселератора. То есть, выцепили, и вам это прям дало толчок, помимо общения с своими однокурсниками. Мне понравилось, для меня очень большое впечатление произвела конференция в мае. Когда я познакомилась и отдыхали, что мы там 10 дней, и там такая перезагрузка произошла. И когда я просто познакомилась, пообщалась, ну, действительно, мне интересно было учиться и послушать людей, которые там миллиардные обороты, когда там от 10 миллионов оборот, 2 часа, и у человека вообще даже офиса нет. Ну, то есть, меня это очень вдохновляет, да, потому что, ну, это любого человека вдохновит. Традиционного предпринимателя. И просто вот это само отношение, как находит энергию, как совмещают, опять же, где находит. И очень классно эти инсайты слушать себя, да, ну, то есть, вот такие всякие вещи, это очень работает. У вас бывает такое, что там, ну, гипотетически, возможно, хоть у вас и аудитория подогретая, вот, люди, которые негативно какие-то комментарии дают им? Честно, ну, правда, пока нет. Ну, слава богу, нет. Какие-то, может быть, рекомендации на путствие тем, кто еще сомневается, идти, получать онлайн-образование в Акселе или нет? Слушать себя и общаться с успешными. Менять круг общения. Менять круг общения, окружение создавать, если за окружением у нас поддержка тебе проще. И главное, чтобы создать успешный проект, не выдумывать мыльный пузырь, слушать себя и действительно прокачивать то, что от души. Вы очень яркая лучезарная. Я, я думаю, очень рад, что сегодня в среду я встретил вас. Да, спасибо большое. Приветствую. На качественные услуги, процедуры. В общем, я даю 20% на любые услуги нашего центра. Вот. По промокоду Акселераторе. Если вы не обладаете такой жизненной энергией, то досматривайте курсы Акселератора до конца, созванивайте со своим БАДи. И, как мы выяснили, это очень большая поддержка и меняет ваше окружение. Но главное – начинать делать, не откладывать. Появилась идея делать. Главное – начать делать и не бояться. Не ждать того, чтобы все на вас свалится с неба просто. Все, посмотрите. Есть разные истории успеха, именно поэтому мы сидим в этой студии, их разбираем, общаемся, знакомимся и знакомим вас. И, конечно же, вот видите, еще один яркий пример, то, что можно добиться успеха и таким образом. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии и лайки. Спасибо большое за приглашение. Я всем желаю больших достижений, довольных учеников и миллионных оборотов. Спасибо. Все-таки миллионные обороты имеют место быть, да? Потому что, когда вдохновляешься, конечно. И в долларах. Да, пожалуйста. Ладно. Главное – все довольны, чтобы быть. Пока-пока. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!